Сразу хочу сказать, что осветление это, конечно, процесс непростой. И моя, конечно, рекомендация сделать это у мастера, которому вы доверяете. Но, как показывает практика и ваши комментарии на моем канале, я вижу, что очень мало таких мастеров. Поэтому вы вынуждены заниматься этими вопросами сами. И я, в общем-то, соглашусь с вами и вас поддержу. Потому что я сама неоднократно в такие попадала салоны, где вот просто сейчас оцениваю эти все страсти, которые со мной происходили от мастеров. Я просто в шоке и в ужасе. До сих пор, по сечении 20 лет, когда я уже по салонам не хожу. Ну, как-нибудь я поделюсь с вами этими интереснейшими историями. Так вот, раз мы пришли к выводу, что мы самостоятельно осветляемся, значит, надо это делать очень аккуратно. Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. Итак, let's go, друзья. Как наносить состав? При первичном осветлении состав всегда наносится, отступая от корней 2 сантиметра, и работаем по полотну. Я прям-таки поспешила вам вновь показать, что такое первичное осветление, потому что не уверена, что вы все подряд мои ролики посмотрели. Поэтому решила прям сделать отдельный ролик и показать, что такое первичное осветление, которым вы сейчас многие начали заниматься, причем делаете это самостоятельно. Так вот, при первичном осветлении обязательно нужно оступать от корней 2-3 сантиметра, потому что самая тяжело осветляемая зона будет, это концы. Чем ближе к корням, тем лучше осветляется волос. И поэтому особое внимание уделяется именно концам. Я сейчас работаю в открытой технике, потому что здесь нет доступа тепла, то есть у нас осветление проходит на открытом воздухе, так скажем. Чтобы состав случайно не попал на корни, вы видите, что я между прядями прокладываю салфетки. В общем-то, это очень простой такой древний способ, как это все делается, но я думаю, что не все об этом способе знали, поэтому я обязательно прям-таки поспешила вам его показать. После последнего мазка прошло 15 минут, и на что я обращаю внимание? Я смотрю, как осветляется прядь по полотну, и вижу, что равномерного осветления нет. В центре прядь гораздо быстрее осветляется, а концы еще прям-таки далеки от идеала. И прихожу к выводу, чтобы увеличить реакцию, нужно сделать доступ тепла. Но перед тем, как всю прядь поместить в фольгу, я обновляю и добавляю состав именно на концы, на те места, которые не осветляются так, как мне нужно. То есть, я как бы там усиливаю реакцию. Этот способ прекрасно подходит при осветлении именно косметической базы, потому что именно закрашенные волосы, закрашенные концы, очень плохо поддаются осветлению. И что еще хочется отметить? Перед фольгой я обновила состав в тех местах, которые явно плохо осветлялись. То есть, это такое локальное или точечное осветление, которое, конечно же, является более щадящим осветлением. После того, как волосы стали практически одного цвета, мы помыли голову, шампунем обязательно обработали, волосы кондиционером, смыли кондиционер, высушили волосы. И затем новый состав уже наносим на корни, для того, чтобы осветлить корни. Но с корнями все гораздо проще, здесь практически никогда не бывает проблем. И в итоге мы получить должны одинаковый цвет, от корней до кончиков. Вот в чем заключается смысл первичного осветления. Ни в коем случае нельзя наносить состав с порошком сразу по всему полотну, на корни и на всю длину. Это большая, огромнейшая будет ошибка. И никогда цвет полотна не выровняется с цветом корней. Конечно, понимаю, что будут вопросы, на каком оксиде я здесь работаю, какое время выдержки. Ребят, это не самое главное. Самое главное, это техника в осветлении. Она универсальная, то, что я вам сейчас показываю. А время выдержки и оксиды, это уже индивидуально. И я уже готовлю большой ролик по этому поводу, где я гораздо подробнее все буду рассказывать, что такое время выдержки и какие оксиды надо применять в разных случаях. А этот ролик универсальный, потому что это первичное осветление. Именно так оно и делается. Работая на левом оксиде от 3% и выше при осветлении, мы должны обязательно соблюдать именно эту технику нанесения состава. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале выпускаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye everyone! С вами была Йова Лорман и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу! Субтитры сделал DimaTorzok